Разрешите мне предоставить слово Молару Эрдене Санджа Доржу, основателю философской академии Молару Эрдене в Улан-Баторе, доктору философии и доктору технических наук. Философия в Мюнхене, технические науки в Дрездене. Пожалуйста, уважаемый профессор. Здравствуйте. Как дела у вас? Я должен вынужден выступать по-английски, хотя я из Монголии. Мы в социалистическую эпоху, конечно, в Монголии учили русский. Это мой первый иностранный язык, это русский. Я очень рад участвовать в этой конференции. Уже второй язык, это как раз немецкий, потому что я учился в Германии. Третий иностранный язык, ну, как раз уже английский. Ну, конечно, я как философ, как ученый должен читать на этом языке, на различные англоязычные издания, документы, исследования. Ну что ж, сегодня философия как дисциплина сталкивается с огромным количеством сложностей. У нас есть и политологические теории, и социология, экономика. Нужно взаимодействовать с нейронауками. У нас, мы сейчас живем в постмодернистскую эпоху, и здесь философам есть чем заняться. У нас постоянно кризисы, кризис за кризисом, и это требует достаточно масштабных философских осмыслений. Мы знаем, что рациональность как философская концепция обычно осмысляется в академическом мире. Тут проблем не возникает, да? Ну, подготавливаешь лекции, пособия для небольшого круга. Если остались премия, есть финансовая поддержка, то затем пишите статью, и философские журналы ее размещаете. Мы найдемся, хороший журнал. Но если же вы все-таки некий публичный философ, то тогда вы оказываетесь в сложной ситуации, потому что аудитория у вас разная, не однородная. Я не академический философ уже. Я основал собственную академию 10 лет назад. И я уже выступил с лекциями для обычных людей, наверное, с общим временем, там, в десятки тысяч часов. И я, как монгольский философ, хотел предложить вам некоторые свои представления. Я живу, по сути, между Тайгой на севере и пустыней Гоби на юге. Я хотел бы представить мою философскую теорию, или, я могу сказать, точнее, монгольскую философскую теорию, которую называю худунизм. Что же такое худунизм? Это похоже на турецкое слово «кудо», или китайское слово «хутонг», или российское слово «кудонг». Сегодня у нас в Монголии мы называем людей, которые живут в сельской местности «худобин пипл». Люди худу. Иностранцы их называют «номадами», то есть те, кто не живут на место, их еще и до советскую эпоху так называли. И затем появился первый город в Монголии, единственный город – Улан-Батор. Там живет половина населения Монголии, живет и работает. Другая половина, ну вот как раз живут, что называется, в деревнях, в сельской местности. И милая бабушка тоже как раз постоянно перемещалась. Сначала она училась из Улан-Батора, потом из Улан-Батора. Я поехал в Германию учиться. Ну, в общем, три поколения, да, по сути, перед моими глазами. Сто лет прошло. Так что мы вместе составляем 100-летнюю историю. Это люди худо, раньше, конечно, не занимались философией. Жизнь – достаточно сложная штука. Длинная зима между тайгой и пустыней Гоги. Погодные устройства – экстремальные, и они не препятствуют, они не способствуют вообще выживанию. Я бы хотел распределиться своими мыслями по поводу своей теории худонизм, поговорю о степи. Что вообще я думаю про это? У нас жизнь коротка, а, степь-длина. Итак, откуда вообще идет монгольский народ? Откуда идет монгольский язык? Мы смешанное население или нет? Это часть, может быть, персидского языка, турецкого языка, китайского, тибетского, санскрита и так далее. Намешано много всего. Так кто же это, монголы? Понятно, что и страна такая, Монголия, да? Но кто же, по сути, монголы? Вот я всегда задавался этим вопросом. И затем я начал работать с этой концепцией худо, и по-прежнему продолжаю заниматься, работать над этим концепцией худонизм. Это, конечно, как рационализм, похоже на буддизм в Индии, на исламизм, исламизм, даоизм, конфуцианизм. В этом духе исследования. Любой возьмите, изм, и, по сути, это основа такая же. Тут есть три элемента, три области исследования, или тезисы, которые я вам хотел предложить. Во-первых, трансцендентальность, пресуществование и нигилизм. Итак, почему мы говорим про трансцендентализм? Откуда это идёт? Это идёт от монхеизма, буддизма. До буддизма был ещё монхеизм. У нас есть жилище уйгуров, да, в поле, по сути, хижина. Но она не была похожа на другие. У нас государствоваться не было, да, у нас не было ханата, не было религии. Просто народ жил сам по себе, и всё. Ну, блин, намешаны разные племена. Далее. Речь идёт о до-социализме, да. Социализм, по сути, это некий переходный этап между индивидуализмом и демократией, да. У нас было, кстати, во время социализма хорошо жили, потому что советские люди и китайские люди создали для нас, ландбатора, всю промышленность, по сути, медицинскую систему, школы, образование нам дали, право, правопорядок. Всё это за сто лет появилось у нас. Ну, по сути, нам сто лет. И вот за счёт демократизации и шоковой терапии в том числе вся экономика и жизнь, социальная жизнь, она, конечно, развалилась, да, из-за шоковой терапии. Ну, как в Европе, Берлинская стена также рухнула. Были катализаторы, да, из-за которых наша жизнь полностью изменилась. Что касается нигилизма, отсутствующего нигилизма, после падения Берлинской стены, после перестройки, мы уже не могли вернуться назад, да? Ну, восточно-европейские страны после падения Берлинской стены, что с ними было? После перестройки. Они же стали частью Европы. А мы? Куда нам деться? Некуда. Вот вернулись в состояние худо. Мы ушли из столицы, Улан-Батора, и вернулись на нашу, в нашу степь. Нигилизм – это что? Это что-то против государства, против разума, некий бунт какой-то. Как выглядит жизнь монгольского философа? По сути, раздираем между восточными и западными традициями философскими. Сейчас я интересуюсь в большей степенью восточной философии, потому что я вижу достаточно много сложных узлов в западной философии, неразрешенных из-за политической корректности, культурных вопросов. Пост-модернистская Европа, Жжек, Алан Бадьо во Франции, Питер Слоттердек в Германии. Они в паттлой ситуации из-за культуры отмены, что называется, культуры преследований, астротизмом. Невозможно открыто обсуждать свои философские идеи в западном мире. Только Джорджо Гамбо из Италии показал открыто свою критическую позицию, выступил против пандемии ковида и так далее. То и Агамон, все. А другие философы на Западе и слова не смели сказать. И пикнуть не смели просто. И у нас до сих пор нет философии пандемии, нет теории философского отношения изменения климата, при каких обстоятельствах эти интеллектуалы, общественники вдруг замолчали. Эти старики по сути в опасности. Они уже не могут считать себя интеллектуалами. По сути, они находятся в кризисе. Они уже не интеллектуалы-общественники, они просто медиа-интеллектуалы. И может быть, я снова вернусь в западной философии. Я начал с западной философии, затем пришел к восточной философии. Но тут проблем-то нет с буддизмом, знаете, с азароастризмом, персидские философии, даосизм, китайские философии. У нас тут проблем нет никаких. Сто лет, тысячи лет все это существует и будет существовать. Можно осмыслять и осмыслять это наследие. Монголия, как и я, находится в такой необычной ситуации. Возвращение философии начинается. Нужно все начинать сначала. С нуля. Большое спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ